так слушаю мир вам с миром слава богу слава иисусу христу игнать их ночь вот вопросы еще вот не по это не по теме не по темам а пока вот которые накопились у людей у меня ну вот и какие вопросы поднимались у нас в группе хотелось бы вам задать вопросы эти хорошо вы маленько правее переместитесь туда где книги в шкафу тут место будет свобода я растяну свою фотографию тогда нет нам еще маленько туда еще возможность есть вот так хорошо вот так секундочку сейчас аппаратуру включу мне писала тоже оказывается 4 богослужения сейчас услышали переменили время такое меняется так ничего так вот и гнатик а вот вам что-то известно о такой прц православная российская церковь это какой-то имеет она канонические основания ну что-то вообще такое известно что то это об этом ничего не говорит кто у них там есть какой-то кириак кириак православная российская церковь кириака у них даже синод православной российской церкви митрополита кириака где он находится так сейчас скажу это там знаете такое есть священник алексий мороз санкт-петербурга да вот он туда он сейчас там и он там его епископом сделали настоящее время первой рахом признается митрополит московский и всероссийский михаил анашкин какой-то не знаю наверно какие-то раскольничество не знаю не знаю а не знаю это значит никогда там не буду не благословляться не причащать все ну все это вопрос закрыт все не знаете и столько если к зарубежной церкви 13 осколков вот-вот это скорее всего этих вот одна один из осколков какой-то замуж быть и так к российской это только отдел их я в каком-то кириаке слышал греческая старостильная это мизерная микроскопическая буквально ну да у нас и песка певтихи было говорит один пишет такая отчетность там по всему а приехал туда там никого нет один человек он сидит пишет собрание там ну все что надо ничего этого нету люди везде приспосабливаются чтобы как-то заявить что он не умер а он давно умер и смердить давно ну вот получается вот этот акт о каноническом общении рпц мп рпц з получается результат его какой потому что привил самые отрицательные им говорили не торопиться эти люди были все вместе а из-за чего чаще причащаются едут в отпуск сюда а причащаться нельзя тайна стали причащаться стали ставить на замещание и добрая превратилась такое вот дело а так ничего больше не делает они приезжали вместе сидят выпивают гуляет а причащаться нельзя как это у нас в деревне вместе пьет вместе праздники справляет гуляют а как умер на разное кладбище два кладбище старообрядческое мирское мирское это вот ну как все понимают а мирские от старообрядцев очень сильно отличались очень эти справляли там пасху посты а у тех вообще ничего нету но я он не знает даже отрицать не отрицать он против не говорит как мои родители тут были а куда пойду церковь есть им ничего не надо нам приезжали когда в лагере были покрестить ребенка приехал ну заходите мы тут будем заниматься еще заниматься ну да чтоб вы знали что креститься нет а тот горячо тут разговаривают а тут сектанты собрались они деньги не берут за крещение а мы сейчас барнаулы все кончилось эти как люди рассуждают то что видят их учить этому не надо никто такое зло не наносит как те кто облечен саном и который противоречит богу первосвященник допрашивает христа а это все их последующих так что мы это особенно увидели когда начали строить у нас походная церковь была большая огромная такой был накрывали тентом мне дали военные помогал мне генерал-полковник пинков борис евгеньевич никто его не может найти он живой в москве на пенсии от благодарить там подарить ему что-то трехтомник или как сколько говорил и никого нет а там уже через министерство найти его пинков борис евгеньевич до зарядить зарядить и вы его найдете в интернете его на гк чп там пострадал вот так ну вот а вот акта каноническом общении но в итоге тоже получается они отдали все приходы в рпц м.п. а этот это какая-то скрытый какой-то документ или открытый все это безбожное было там до этого они там на елеоне отбирали храм мари магдалина где все враги православные которые за рубежом это предатель это все что вот а то сразу сразу никаких актов ничего не было родные братья сказали сдали позиции и они уже это постепенно палец заклотнули а дальше они до самых ушей оборвали все и сразу пять лет переходного периода откуда на всех совещаниях которые готовились все зарубежные брат и аким был и там ничего этого не было виктор андреевич был врач там там и не давали ничего записывать все отбирали ну ясно дело что то коммунистический режим уже там был вы решили понимаете икона сиверской божьей матери чудотворное с нами идут столовую икону с собой тащат как будто без него не 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 разжуют что во рту и он пытался записать никакие ходят по рядам молодые люди нигде нельзя чтобы не записывали ну ясно дело что это обман нет объединения никакого нет даже речи нет это не убеждали и сразу все гайки завинтили назад ходу уже нету это заглощенный кит и он и выплюнул этот кит не выплюнет нисколько и не подавится вместе с шлюпкой с катером заглотнет а те то сами видели с людьми не занимаются зарубежные это а дальше то еще рассуждать ничем тогда и не отличаются раз не отличаются народ сюда уходит и от трех то миллионов которые были осталось 300 тысяч а потом и того меньше у них тоже выхода не было выход есть но они им не шли я там был в синоде много ездил по америке я им сказал вы ничем не отличайтесь от московской патриархии и вам хорош тот который против нее говорит интересно в лос-анджелесе было я грудь соберите молодежь наша она ничем не нуждается ну соберите ну и вот собрались там у какого-то зайцев или как его помиле старичок я стал говорить проходит час второй третий молодежь внимательно старики вышли это наша молодежь такая это твой сын да такие вопросы задает да они стоят у ошеломленные что да вы христа спрятали старички дорогие это хорошо что вы любите родину там земельки вам привести щепочку с вашей родины так это ваши дети там сербы были я там как будто бы все время жил с ними для них это было буквально шоковое состояние это наши дети и они столь внимательные и так интересуются вот и все дальше откуда они другие будут этого миграции были те которые патриаршие тогда были российской империи они еще внуков более снисходительные греху родили вот если католичка выходит она остается католичкам замужем если православный ход за католик она будет к католичкой если мусульманин женятся на православной она будет про этой мусульманкой все ну как же так они не перетягивают эта девушка тот которую поставили она мусульманка то и как она заходит в этот университет и как преподаватель отзывается и как она на работе этот я думал то вот что-то как бы не случилось это хорошо как бога верит и ему лишь бы прибыль была дальше как она разговаривает всеми и отдельно с ней занимается учитель такая же ее может ровесница но коран и она напевом у нас таких-то я не знаю найдешь или нет на целый город и она везде на отлично везде учится горит на отлично но это уже чудо божье она где-то там саратов что ли так какой семья она родилась татарка она вроде так понял я но на русскую похоже очень сильно вот так надо работать я при том не в одном месте я по милости божией за столом каждое почти утро были с митрополитом и храме и епископ и ларион был секретарь тоже сидел за столом и они сюда с удовольствием слушали в то время я еще не был кажется чтецом нет поэтому проповедь храме не говорил хотя они меня прям побуждали побуждали к этому но зато уезжали где-то отдельно с акраментом другие города там я выступал вот самом джардан вилле они вывесили там объявление заголовок занять не занятий сказать проповеди или как будущее русской эмиграции во свете библии это их всех задело а там были китайцы и корейцы которые вроде уверовали поляки там перевозчики видно были прямо монастыре объявление весело и об этом напечатали они в журнале вот у нас приехал человек я могу даже для слова божия нет уст там найдете русь православная пишет нам приехал человек как будто бы из жития святых вот такой ну у него вот видишь жалко что у него не было связи с нами то он бы вот такой же был как мы хотя тут они удивлены они растроганы они воспринимают что я говорил но понимают что я не такой что им подвигнуться чтобы они стали как я а не я как они они там про это самый говорят вот надо больше там нажить и я конечно жития такие как герман аляскинский вот это ко мне в рот очень трудно залазить я плотно зубами могу укусить что сказать и как сказать а ты бы скажи вот так а ты вот это вот не трогай и сегодня вы знаете какие отношения будут хорошие а священник один и говорит если бы андрей кураев об этом пишет если бы игнатий не трогал священство отношение было бы абсолютно другое да одно дело не трогал у меня книги за меня говорят это даже я бы не трогал я и не трогаю мало что изменило никак а против книг они никак как 4 цензорских отдела одесский монастырь киева пещерская лавра занимается но 15 лет могли бы хотя бы наца владимира тахнули как будто не бывало раздавили в этом лепешку тогда ахнули на этого надряд от кащева и все давай извиняться там неправильно сказал ко мне они двое соприкоснуться я понимаю боятся почему а господь мне не было сдерживания трогали оставались а целыми никак нет нигде а что это такое даже краевая прокуратура спрашивает а что это такое вот которые писали против меня статьи против лагеря когда вернулся подал в суд и но они упираются то другой там убираются все убитые валяется убитые по физически с работы по выгоняли и краевая прокуратура она слов не теряла это какой-то страх нападает я грею я никого не убивал не прикасался я богу верился я совершенно беззащитен но вокруг меня ограждение которое никто не перелезет я говорю все будете наказаны когда об этом говорю я сейчас это хохочет кривляются а я знаю что с ними одного там рак мозга у другого еще хуже не греши языком я для вас это старался я им отвечаю вы не можете сказать ну да вы говорите ну хоть слово то подтвердите он андрей кураев сразу сказал с мощами то нанотехнологии в каждом доме чтобы от всех святых было притом игнать играть ничего своего не говорит он поднял целые пласты забытые нами андрей кураев это увидел почему они этого не видят я же ссылаюсь житье такого-то святого житье я и дальше в кавычке вот будете 7 8 том считать я скажу под присяга если бы у вас же было верующим клясть им никогда никому не ответить так на основании жития святых а почему потому что я ими занимался они не ответят ни на один вопрос не знают ни осипов никто и вот когда осипов говорит он на каждом шагу почти лжет выворачивает слова златоуз говорит что воскрес христос и в аде ни одного видите ни одного покажи где ты это нашел в аде ни одного и он златоуз сказал гиперболически чтобы почувствовали что фактически ад разрушен как разрушен тогда никто не попадает на меня рассыпляться не может растить эти вещи если прежде не свяжет сильного не свяжет считаю евангелие от мотфея там 8 16 как глава определенно четко и ясно он его связал и зашел и расхитил его сосуды которые ждали которые помечены были благодатью духа святого а где благодать духа святого не касалось так все и остались там с распяленными от ужасе и страданиях артами этим ко мне кто вопроса задает если человек верующий бога он прямо хватается за карандаш для записать это я записать надо вот приехал игумен теперь он архимандрит а в россии юрасов очень известный был свое время советское время там как его искали там в горах и как он в киеве пещерская в лавре там был и проще приезжал сюда здесь был ездили в разные места идем дорогой разговариваем это как на такой вопрос ответили я отвечаю он останавливается а почему это все не печатайте а кто разрешит у меня есть черновики дать вас понимаете вы отмечаете вот как беседы с сектантами руками пощупать можно если бы я был сектант я бы прям сегодня стал ягод и исповедуешь людей то хорошо за я медленно исповедую она другой раз они приходят да что меняется нет ничего не меняется ягоды напоминаешь хозяйку которая взяла ведро или два куриного помета и в бочке раскрутила ну вот она этим поливает это дальше осела еще воды добавила ты не растворишь этих людей о крещении не говори надо народиться свыше о крещении чтобы они знали это если деньги платили это все уже фальшь симония стопроцентная так все платили значит не крещенные все тем более не погруженные да как так ну никак пусть приезжает патриарх его крестим здесь и и дальше епископов пойдете дальше будете делать как положено уже крещеные у нас сколько тут и романахи крестились да как они причащались зачем тебе какать как как он возвращается опять на то самое место и теперь там же работает хотя другим не говорит если узнает слопают не жуя все слушаю ну вот я сколько труды ваши изучаю полгода где-то каждый день по многу я уже убедился что действительно вы вообще от себя то ничего не говорите у вас все основано вот я диане цветных апостолов читаю я везде вижу вас просто везде я прям вижу как вы их читаете и переносите на свою жизнь и повторяете как апостол пол туда-сюда тут вам вы в одно место поехали тут святой дух преградил другое раз ну там то же самое все потом читаю златоуста смотрю оказываю оттуда все взяли вообще там златоуста очень много чего смотрю вы от себя то ничего вообще не взяли вы просто берете идете вот по этому пути и никуда с него не сходите он твердый просто встали на него и не никому не даете вас с него сбить а люди вас кто критикуют они не знают этих трудов они не живут ими и в жизни не используют и они эти чувствования божественные им не открываются они не знают просто это что-то непонятное для них они думают что ну просто настолько далекая для них и поэтому они осуждают у вас многие нет вместо того чтобы хотя бы сказать но это непонятное для меня что-то вот у меня допустим мать там ее знакомые они все тоже ну из-за того что я читаю им даю они смотрят на на вас и они только удивляются то есть они ничего не меняют но они удивляются это горит недоступна для нас это горит все недоступно для нас но еще хоть не осуждают но когда люди начинают уже идти против что-то осуждать то тут я заметил вот допустим даже георгий максимов да вот он где-то там сколько полтора или два года назад он на вас ролик снял я прям заметил как только он заценил ролик так после него пошел он начал такие снимать ролики некачественные много лжи началось то есть как будто разум отнять стал то есть вот у него был хороший разум он все по канонам он 30 лет после 30 лет рукоположен то есть до этого его могли руку полагать но он отказывался он все старался по канонам но вот это раз и все изменилось пошло в другую сторону и смотришь сейчас недавно он опять по вам прошелся говорит что вы хулить и святых но он не читал ничего это сразу видно то есть не читал но даже если он почитает я уверен все он также скажет потому что скажите слова хула объясните что значит хула пусть она объяснить сначала слова потом глагол хулить и хулить хулить и скажи где и как и какого святого еще вот и все нет да ну вот прошу это кроме этого да вот да и поэтому я удивился но вот к вопросу получается в итоге то соединение рпц мп рпц привело к расколу огромную на большую часть еще людей но вот я просто представить не могу вот допустим договориться греческая церковь с российской там с московским патриархатом что какие-то приходы переходят в этот допустим в греческую церковь допустим я нахожусь в московском патриархате они там договорятся что я теперь буду в греческом и я естественно откажусь сейчас полное молчание никто не сломанит а сейчас должен говорить что-то еще даже не аллене еще нету да ну это это и то же самое же и с вами произошло то есть вас насильно хоть запихнули то есть хотят запихнуть насильно а такое в истории церкви вообще такого я даже не слышал не читал нигде чтобы но так как бы запихнуть насильно в другую юрисдикцию просто невозможно так это как так это невозможно чтобы это назвать расколом то раскол это когда ти ты откалываешься то есть тебе что-то не нравится ты там состоял и ты ушел оттуда вот раскол а когда все тебе нравится ты находился все там тебя пихают в другую совершенно церковь это никогда такого истории не было истории не было этого и я что чтобы их руководитель там первый эрар отказывался свои паства я перешел и вы за мной при том мы же благодатность московского патриархата не отрицаем и до этого канула акта мы его признавали то мы как раз именно те которые нам ничего это не давала они у нас были теперь те священники которые нас в богослужении они горят вашу общину никто из нас не потянет вот архиерей был когда и говорит он там-там-то то задают вопросы там на как у кого отпевать как а здесь я говорю такие вопросы я как подвешенном состоянии нахожусь но это вам от рада концу жизни господь дал с такого митрополита до подарок как бы подарок за всю работу вот эту невозможного для бога нет дал отдохновение только бы сохранил господь но это их дело да так вот смотрите такой вопрос поднимался наталья усатая задавала и сергея пупков вот мы размышляли поется вот со святыми упокой души раб твоих то есть упокой слова что оно означает то есть душа как бы не спокойно как бы это какой смысл это вкладываться упокоить душу пусть она неспокойно получается или как на это общее состояние смуты смятения суеты который человек жил заботясь даже по-хорошему даже с трудом ходил храм вот это все не вело к покою он видел и сердце золото смущалась от того что окружало его виде ежедневно мучился правильной душе вот от всего этого когда он умер упокой его это означает в обители небесные возьми где радость покой и сладость только и всего они тиша движется я не об этом речь то есть от всего земного что смущало что приводило в смятение что с молитвы сбивала там этого нет и забота о детях что они он не помнит и не знает упокой дай полную тишину тишину иначе сказать прими царство небесное больше еще нет а вот не лицемерили когда ты знаешь что человек ну ну как бы номинально был верующий говорить такие вот фазы что вот упокой со святыми раба твоего не вот я вот сейчас уже начал как вот познакомился с вами ну как-то вот даже знаете вот иду на всякое врань то есть в мелочи даже уже не может допускать никакую ложь даже вот допустим я выходил кошку завода мой кошку и говорю иди иди она не идет я играю на на как будто еду даю она прибежала я думаю так я же соврал кошки то есть я искал как будто иду и пришлось дать еду пришлось дать то есть даже такие мелочи они уже лежат и молишься думаешь за человек вот упокой душу раба твоего а вот он рабом рабом не был и как-то это какой-то фальшь чувствуется как этот процентный обман ты можешь сказать хотя я молюсь так у него очень близок был мэр города вот помог дома эти иметь ну и вообще расположен был и вдруг трагически погиб на дороге я прошу господи если что возможно сделать облегчить его страдания я не обидели не прошу ты знаешь господи сколько он добра сделал как он помог в этом деле решил если моя молитва не угодно ты прости меня грешного вот молитва моя вот все таки рассчитывать на какое-то ну на облегчение хочется что можно облегчить человеку от молитвы и все-таки церковь ведь молятся все равно хоть как ни крути это же есть учение на основании библии можно ли над где-то такой найти такой расчет ну что можно рассчитывать на облегчение легкое нигде между нами и вами великая пропасть так что это отсюда туда облегчение в воду обречения там нет не надо что там бак с водой стоит и он маленько дотянулся маленько выпил у католиков разработана теория счастилища постепенно он кается постепенно и тогда оригинализм на первое место по осипову все и дьявол покаялся и все не надо мудрить как бог сделает мы не знаем он спасает спасутся ли баптисты бог знает мы знаем не церкви нет спасения они вне церкви и все спасутся будет покаялся это просто область так где мы ничего не знаем мне вспоминается как конфуцию пришли с таким же вопросом вот мы ну на могилах там возжигаем ароматы и как это он говорит если я скажу что никакой пользы нету вы вообще хоронить их не будете они не нужны вам если скажу есть вы с кладбище не будете выходить там и засохнет вот и все а умрешь говорит узнаешь то врешь узнаешь я верю в то что господь праведен кровью ощущает нас от всякого греха слово его не ложно и он дает покоя тишину упокоил меня уже упокоил а бывает и во сне где-то как на фронте и проснешься и не верится что ничего не было как у меня где-то я бываю начинаю из кармана вытаскивать визитки где все показано видел какие у нас визитки то вот я не могу найти вытаскивай они другие совсем бумажки то я следующий ложусь спать и в карман положил визитки в карман больше нет когда в кармане у меня не снится как только из нету в кармане то переоделся после бани это опять вижу и даю еще и еще не могу сделать до того смешно и все вижу как собирая людей преподаю в одном университете договорить второй третий что одновременно вести я в этом неутомимый был невероятно казалось людям не есть что вспомнить я прожил красиво и интересную насыщенную жизнь когда же вот эта мусульманка то которые скинул вот там и она говорит я должен быть решительный если он такой урок ли он такой и слушатель будет и он нет а ты именно достигаешь цели в любом варианте я ее достигну почему царство небесное главная цель это промежуточное они могут и не избал не исполнится тут нет такой поэтапности сначала давайте осмирение достигну завтра плача а после завтра там гонение устроит нет это все дается сразу и когда показано 7 церквей всем состояния из человека внутреннего храма он может утром быть в филадельфе а к вечеру в ладике вот я недавно беседовал с одним сектантом и я удивился я первый раз встретился с человеком который на основании библии доказывает мне что души у человека что душа вместе с телом как бы умирает засыпает я я даже не был готов к такому раскладу я просто не знал что можно так верить не знал об этом адвентист седьмого дня и действительно его вот но вот он отрекался горит типа я не тот не другой но по всем признакам он адвентист по всем признакам и вот он приводит такие местописание гордот екклезиаз 95 живые знают что умрут а мертвые ничего не знают и уже нет им воздаяния потому что и память о них предана забвению и даниила 12 2 и многие спящие в прахе земли пробудется одни для жизни вещи а другие на вечное поругание посравления и вот на основании этого они говорят ну вот пробудется то есть как бы ним душа она будет во сне находиться как бы в полумертвом состоянии и вот и типа вот этот я не слова я тебе полумертвая мертвая там говорится о теле в другом месте говорится о душе они даже это не понимают тело в земле и она ничего не может не ответить ничего он это имеет и ввиду и так понимал муж когда говорим человек умер еще он теперь не знает что тут делается хотя святые на небе знают под жертвенником души говорит доколе владыка истинный святой не мстишь за кроме нашу то есть они знают что они еще не отомщены большую пенсию получают на вот такое дело они все извращают разум бухоть отнял и это так и живут а то даниил говорит а у даниила вообще об этом нету пробудется одни туда другие суда и тут не нигде не говорится что души нету что у человека есть душа отдельное тело буддисты верят два миллиарда мусульман верят и всегда верили верующие христиане и евреи а почему не смотрят что тело идет в землю а дух возвратится к богу и крестьяст говорит а какой дух дух возвратится к богу дух это душа называется одно и то же аши говорит духом праведником достигшим совершенно так духом надо не мудрить вчера у меня разговор с одним был онкотехизатор переехал в другой город и вот теперь там как бы найти его зачем тебе искать то ты в храм ходишь ходишь говори людям вот тебе уже новые люди найдены а такие чтоб приняли и чтобы он мог хоккейсизировать я выкинул материал как мы проходили трехтомник и пособие по изучению евангелия от марка но это дальше у нас те богатый материал то и она толкует там что-то вот что такое голуби знаете голуби это специально которые приносили это чистые голуби игры вы держали когда голубей нет поэтому вы это все можете выдумывать самая грязная птица какая есть около человека голубь они спрятенца не убирают ни разу не ни разу за всю жизнь его и они отворачиваются в сторону они грязные лежат а он когда из гнезда вылетает у них вокруг бастиона там отворачиваться в стенку то оправляется но я обычно бумагу беру рукавички выгребаю оттуда и все и самое может быть сказать злобное если ослабел один другие его додалбливают раздалбливают голову и он падает вниз ни за что они постоянно дерутся и дерутся за пищу за место чтобы хотя бы один раз я зашел к ним и они при мне не дрались да дерутся так хлестко я их беру обоих уже разнимаю руками в руках держу тогда они глядят что уже они сами оба плененые это начинает рвать и просто как голуби нет чистый как голуби где вы чистая это потому что для бога чистый вы что против чистоты зачем выдумывать за чистоту ну это место не говорит об этом а простота в чём том что они ни одна птица не возвращается в разоренное гнездо если я у нее забрал яйца голубят там или ну других там воронят все здесь на гнездо уже не бьет а голубь не так сгорела все она на пеплом бьется только поселился они опять возвращаются они просто незлопамятны в этом вопросе к человеку у меня целый гимн голубь голубка я с детства люблю вас польза от вас никакой вы беззащиты ни клювники клювом об этом особой строкой если не слышал запиши виктор николаевич играет савченко голубь голубка я с детства люблю вас и там все взято что голубь голубка ну-ка заряди быстро и напиши игнати лапкин да но кай ты видел как я голубях недавно выставлял там снимки так как и на руках у нас во время занятия на столе да вот я нашел на шоке тебе будет не слышно как нашел ну-ка включите сейчас попробуем сейчас сейчас грузится а грузится птицы есть разные чудно прекрасны сокол павли и журавли с кличка рва люди смелые не слышно что-то голоса нету слышно вот это слышно так интересно как будто спрятался а что там не слышно дальше-то не слышно у меня там колонки колонки ну ладно 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 потом послушаешь ну вот такое дело я объясняю это дело не согласен я еще дальше объясняю никто не разбирал голубь чистый голубь а не тот который при тебе живет а который там это крысы летающие это по помойкам так это другой вопрос но он чистым а было остается ездор говорит из всех птиц и избрал голубицу и всех животных овцу а углу самое глупое господь избрал для того чтобы человек осознавал эту немощь свою израя этот ефрем глупый голубь и господь сравнивает йогу с глупым голубем низ курицы хотя курицы и птица говорят так смотрите вот мы читаем тоже в писании по моему апостол петр говорит ибо время начаться суду с дома божия если же прежде с нас начнется то какой конец не покоряющимся евангелию божию то есть с верующих суд божий начнется получается с этих слов понятно то есть как будет проходить суд божий сам по себе последовательность какая будет в первую очередь господь нас очищает здесь это суд начинается на земле если с нас начать и казни гонения преследования а если с них на что еще с них останется ты верующие не всего выдерживают и на суде божьем а там говорить как там порядок воскресенье показано как суд не показан так что на этом вопрос и закончился плевела вырвите прежде бросить вот и кончилось с несчастливым а теперь оправдники будут взяты на небо на облаках и так всегда с господом будем 2 писанники сам 2 глава об этом толкует нам все понятно это оказывается время начаться суду с дома божия это значит уже вот сейчас время это все понятно никого не трогали вокруг меня меня арестовали у меня руки выкрутили а другие этими руками воровали своими а вы последний видели я ходил фсб 2 день назад видел видел конечно все зачитал и посмотрю что дальше будет но хорошая ответ дали что у нас не предусмотрено что бесплатно делать это но и не запрещено и предусмотрено прошли никто с такой таким вопросом не обращался а кто закон составлял у него опыт был то что видел это он не видел и вот когда землю приватизировать можно вот лагерь наш если вы на этом месте был свинарник мы начали делать а детский лагерь нельзя почему но никто не знал это что детский лагерь или музей добавить к закону то это единичный случай еще ради вас добавлять скажет ну да в деяниях 23 глава 6 стих написано узнав же павел что тут одна часть садукеев это когда садукеи и фарисеи его там судили а другая фарисея возгласил в синдрионе мужи и братья я фарисей сын фарисеи за чайное воскресение мертвых меня судят то есть он их стравил между собой он соврал что ли получается почему а в чем соврал на допустим соврал а в чем он соврал ну вот что его же как бы не за это как бы там он воскресел из мертвых а кого мертвых но на воскресение христа всем говорил ты чё тут о воскресении что за все придется отвечать они до отрицали вообще что у человека душа есть вот а садукеи от адвентисты седьмого дня тогдашние были и вот он знает что они такие он сказал меня за это судят как они там между собой и схватились дать он сказал сущую правду я проповедую чтобы люди воскресли были со христом чаю воскресение мертвых и мы говорим чая воскресение мертвых он прямо по писаниям сказал главная эта идея то какая была христос умер за грехи людей и придет судить мир он об этом и говорил а безбожники вот они верят а живешь умрешь один лопух на могиле так что он и сказал главную идею ради чего мы все это делаем а среди это можно назвать все до меня дошло деяние 21 4 и найдя учеников пробыли там семь дней они по внушению духа говорили павлу чтобы он не ходил в иерусалим но если они по внушению духа им это ему говорили то почему он дух это не послушал дух из большой буквы написано правильно они говорили что им дух открыл что его арестуют но нигде не было сказано что туда не ходи а только будет гонение его арестует а он и я горит доходя был и умереть пришлось я пойду там собираются люди со всего мира я им возвещу его тоже дух побуждает им дух открыл о том что это случится мне не раз это говорили но ничего не было менее духовное а они отвечали правильно и он говорит я знаю это мне дух открыл что меня там схватят но я иду все это все на месте ну то есть им бог дух открыл а уж то что они останавливали его это и человеческое их уже любовь да не будет с тобой господи отойдет меня сатана христос сразу усек петра до человека то и говорим не ходи вот брат у меня уезжает когда на месте статья сахим я его не пускаю на колени становился я видел видео ролик вот смотрите есть такое разочтение или это не разочтение объясните пожалуйста деяние 9 7 когда вот христос осенил павла люди же шедшие с ним стояли в оцепенении слыша голос а никого не видя слыша голос чей голос слышали вопрос состоит чей голос они слышали павла говорящего а все вопрос все понял понял понимаете это так или ну я-то не выдумываю это павлов голос они слышали а там первым говорится они не слышали говоришь а то есть не слышали все на место голос павла не слышали он разговаривает а схема это разговор там и голос слышали все понял все вопрос сразу обвели ли не видели видели свет допустим ослепи ослепивши но никого не видели да эти как ответы самые простые все на место становится да да сразу все на место тут просто внимательность нужно даже внимательно не узнает если ты не знаешь ты будешь всегда думать что это речь идет о христе речь шла о савле это саул саул и у них с этим имени никого не было у евреев то нигде потому что слишком трагичная история царя саула а его назвали о как-то переменилась и все вот вопрос задает прислал человек алексей корытов вот видите его сидит евангельская лютуранская церковь аузбургского исповедания елца и имеет рукоположение от апостолов через старокатоликов и спрашивать следовательно они церковь христова не имеют это обман наши все исследовали баптисты ходили обман если есть пускай он покажет когда кто какие были свидетели ничего этого не было и католики дали бы им знаю что они еретики дали бы до чего ради то это гомостексуализм вот эта вся дурь это все оттуда ползет нет этого нету нету и исследовали когда ездили еще то ли бартир лютер был епископом монах был да и женился размонашился как его слушать то шесть ребятишек нарожал и женился на монахини он проклятый со всех сторон всеми канонами да вот тут тоже фейсбуке вот у вас пост там был такой по поводу женщин помните вам такой вопрос задавали у вас говорит гипертрофированное типа отношение к женщине гипертрофированное такое и вы такой ответ там дали достаточно развернутый на основании библии и вот сейчас я перешлю я такие ответы гипертрофированные у них понимание женщине да 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 вы ответ такой дали и вот вот валерия шевчик такая вот вот она фотографии и вы видите да да и она вот тут такое прям разразилась написала тут много чего и пишет им и богородицу вы тоже что ли записали раз говорите что ни одной не нашел а угол вог а угол гофы кто со христом осложите по порядку не надо богородицу и а чья она жена была иосифа но по бумаге чего иосифа что он спал с ней что ли нет конечно нет и все вопрос отпал да ну и все все придумывают а богородица богородица никакого отношения не имеет к этому вопросу ну да они присноблаженные пренепорощие сказано ни о ком это вы сказать нельзя зачем туда она не знаю чего говорить дальше что какие у нее там возражение так сейчас скажу видео на как правило это называют шалава разведенная максим степаненко я никогда это и об ней говорю ну понятно конечно а угол гофы кто со христом спрашивает остался ну то есть женщина типа вот женщины остались как бы дальше то что мы говорим о в семье они покорности мужу а какое отношение когда они здесь были сострадательные пришли какое отношение к вопросу-то это имеет никакого терешкова летала в космосе кто знал что она такая будет в новом завете женщина равноценно перед богом и святых жен много есть женщины на погибель а есть женщина на спасение до зайди в храм и увидишь кого больше подожди ахат стоп зайди больше и что означает они ничего не знают как правило у каждой за хребтом не один аборт с работы тащили все воровали больше так слово то больше что господь не благоволит большинство к исполняющим закон они как раз мужа не слушаются они с ними так горды бащиц так собачиться что святых выноси из дома это примерно процентов 95 причина развода женщины виноваты они не благодарили что в ней был муж вот одна настройке даже работала у меня жена и на там они разговаривали она разошлась а вот я тут а теперь он там женился и не нарадуется на него дура я а еще развелась да счет с какими-то с баптистами связался он бил тебя да нет что то ну а как он тебя изменял нет а он богатырь такой там гири там поднимает и все это дело то так о чем-то дом кгб работал но какое отношение к семейной жизни так молиться начал слушай вера ты о чем говоришь а мужи или тебе надо верить не верить у тебя заставлял верить да не даже не говорил дура я теперь я сама вижу развелась горит а он теперь так живет с другой светка то за него и вышло ну и все если говорит стоишь то не гордись а бойся что говорит апостол павел что упадешь немощный избрал бог чтобы посрамить сильное не мудрое ничего не значащий избрал бог чтобы посрамить мудрое и тому подобное да еще не отношение это имеет к тому что соломон говорит из мужчин одного из тысячи нашел а у женщин не одной и женщина горше смерти через нее мы все умираем почему она это не говорит вот не нож зло а кто и как им распорядиться а хлеба отрезать или человека зарезать вместо того чтоб семьи укреплять мужей против жены настраивают то есть это как обожите кто настраивает я сейчас считаю библию кто настраивает если все писание буду ху бога духновенно кто женщина горше смерти пусть она объяснит почему через нее все мы умираем ну почему она это не объясняет то потому что это истинно так а тем временем мужьям заповедно любить своих жен как самих себя и сию заповедь едва ли хоть один исполнил а повиновение требуют любит он они не любят и должна быть повиновение какое отношение тебе ты его судишь ты не имеешь права о нем говорить даже этого он под зачетен ему глава христос написано жене учить не позволяя не властвовать над мужем но быть безболвии все она все нарушила здесь мужья не такие то другое это разведенки и главное повиновение требует то не муж а бог да там все проявится кто строил дом свой на песке или на камне камень же христос пишет так должен так должны мужья любить своих жен как свои тела любящий свою жену любит самого себя ибо никто никогда подождите любить слово то любить что означает вот вы считали здесь выставка вы же сами наверно о гневе если человек гневался порождение ехидины для спасения а не для того чтобы свои амбиции защищать бог не осуждает за то что он развивался иначе златоуст говорит этого чувства в человеке не было бы и подлюбить подразумевает понятно чё ласковое просто обращение такое постоянное попустительствую сейчас только это под любовью подразумевает понятная фрегидная стерва так ибо говорит никто никогда не имел ненависть к своей плоти но питает и греет у как господь церковь потому что мы члены тела его от плоти его и от костей его посему оставить человек отца своей мать и прилепиться к жене своей будут двое одноплоть тайна сия велика я говорю по отношению ко христу и к церкви так каждый из вас долюбит свою жену как самого себя а жена да боится своего мужа какая боится покажи сначала боится когда с получки придет здесь образом брака мужчины и женщины становятся единственным христа и церкви апостол прямо повелевает мужчин любить жену как христос возлюбил церковь мера этой любви нам хорошо известны из евангелия это готовность любой момент отдать жизнь свою за семью часто вызывает вопросы последний строка про необходимость бояться вы мужа речь здесь идет конечно не о страхе перед силой или наказанием а страхи обидеть самого близкого человека огорчить его сама пишет продолжение обожди страх страх огорчить его но не огорчай вот мусульман когда об этом говорит как трудно на работе он приходит а вы как его встречаете нет бы ласка и прочее то я сегодня с одной беседовал что она в командировке то другое я уже ознакомился ты и она соглашается вы знаете кто там был да да ну вот так вот и вот пишет вам своими цитатами и те кто их писал и те кто их цитирует свидетельствует о том то есть не те кто их писал самый что интересно что по сей день предъявляет упрек богу вот вид нас куда у меня женщина она боги решает предъявляют знают богословствовать начинает а ума на порошинку нету видишь какая она это ты создал это зло как и в раю жена который ты мне дал дала плод и я ел как и тогда у сунов адамовых так и сейчас нет покаяния и принятие того что бог создал всего во всей карасе своей ибо он совершен ну и что дальше то совершенно почему вы не говорите что все было разрушено женщины когда он его послушался и взял и ел а этим яблоком то ее выгод привел в порядок то мозги и на место стряхнул чего бы было но в изъявительном наклонении мы не решаем господин лапкин в посте столько на цитат насыпал создавая ощущение что женщина это какое-то исчадие ада так и бы так и есть ее надо оттуда вырвать и муж как руководитель должен ее спать помочь спасение ее жене учить не позволяя не властвовать над мужем но быть безмолвии не писать вот этого ничего она не должна потому что она забрела туда откуда и не вылезти ты когда с такой будешь спроси ее как она себя ведет в платке молилась как одета и все проще и ты увидишь там такое чудище выползет еще она без платка почему губы кто накрасил ей видишь она показывает какая хорошая хорошая для чего для того чтобы мужа соблазнить накрасила губы чтобы завлечь чужого самца эфрем сирин ну вот а все те кто писал о жены злое это те которые не любили их использовали всячески унижали вот и получили должное возмездие от них поэтому в новом завете мужчина заповедно любить своих жен вот так а ветхом разве не заповедано было любить трудная заповедь так любовь то еще не знает что любовь в чем а когда церковь не слушается говорит что христос с ней делает только тряпки и пух летит в какой жернова гулага господь церковь пустил 200 архиереев только головы лишились а муж жену спасать как должен интересно ролик такой есть как правильно наказывать жену у него плетка и он его первого дня кладет под подушку сначала не сильно чтобы она привыкла говорит и мы власть разрешила детей чтобы им давали то вот они воспитали это поколение предателей коррупционеров воспитывает та женщина то она наплодила убийство которое все это от нее идет не мужик же их дома воспитывает он работает и алименты платят разговаривалось 120 миллионов абортов сделали за перестройку кто целое государство разорвали сколько воин совершили мужчины сколько зла принесли а вот как раз об этом мы считаем асалах когда этот говорит ездра с ними и война и где бы что ни было и принесет и все к ногам возлюблены она на этом стоит поэтому нам за эти мужчин заповед любить своих жен как христос возлюбил церковь из этого поста понятно что господин лапкин эту заповедь христа не исполнил если у него вообще есть жена она не исполнит и она не будет еще исполнять у меня такие приезжали она на каждом собой шагу язык и рога показывает я говорю как он с тобой мог жить то уже каждый день страшно даже подходить к тебе не то что ложиться спать с тобою видишь сколько наговорила она ой ужас там да не надо это зачем время тратить люди будут все то да ну там до пакость такую жена совершенно не поняла о чем пост совершенно не поняла ну а раз не поняла зачем ее брать мужчины скажи мужчины переоделись женское платье нет почему женщины переоделись мужское то есть это вы хотите показать власть быть похожи на мужчину всю россию переодели даже маленькие девочки в этом мужчина должен молиться а женщина а без платка не может молиться а вы найдите в платке и тут она стоит какая там разговаривать то не с кем прикоснуться нельзя ни один мужчина не красится зачем красишь губы об объяснить зачем красит губы ян златоус объясняет фифрем сирин дополняет она не один вопрос не ответит женщина феминизация теперь очень наш он возьмите это в швеции это переменили что он она очень на что полное безумие все женщина раскрепостилась да мужчина же это вообще что вот я это ответ это вопрос это то не где-то в университете там и представители у меня краевой администрации кгб и ни один ни разу нигде не встал а почему или личное присутствие ли то что мы там молимся она думает однако урожатся сидит и все и какая она была такая останется ну да вот почему интересно вот это такая мелочь внешний вид имеет такое сильное влияние то есть вот на все человек согласен и смиряться там во многом другом все что и там плакать о своих грехах но вот изменить внешний вид свой это прям непереходимое почему и как вы думаете потому что она крепко связано одно с другим а смиряться как раз смирение-то и нету только внешне смирение-то должна перед чем смиряться-то перед словом божьим а слово божие второзакония 22 5 она мерзавка мерзость перед богом и она мерзавным языком теперь пытается ущить кого-то почему вот потому потому что наклон из души проявляется во внешнем человек огневался матерки полетели а через что через язык через то что слышал и видел почему женщина вот где не посмотри они все грудь открывает зачем как подняты под волосы юбка язык она обивыше колен зачем и везде показывать стриптиз кто показывает она знает что говорит-то люди не знают женщина горше смерти объясни скажи зачем это написано а уж соломон разбирался 300 до 700 тысяча была а ты одна вякаешь сидишь тебя сразу из их бы вырвали на мужа как ты можешь говорить жена да учится в безмолвии она будет записки тогда подбрасывать это уже не безмолвие в безмолвие и учить жене не позволяя как она письменно учит она учит она все потоптала это и не женщина просто мегера дикая ну да ну вот еще такой вопрос вообще как вот можно вот приход да как можно начать беседы с прихожанами до прихода вот еще начать можно как-то вот привлечь чему-то когда-то просто возникает и это прихода то еще и нет а если приход есть то все это уже исполнено вопрос как-то не право на ход туда проход никак сначала нужно проповедь весь благая весь несите для для них главное это христе возрождение в суду начать с дома божия вот здесь суд и начинается думал я хорошая когда узнал слово божие я понял я никто я никто и дальше все это разворачивается с чего начать они обратились в бога вот мы допустим сидим и занимаемся никогда такой вопрос не возникает чего и как а когда в новой обстановке вот допустим и 650 городов и районных центров прошли всегда начинаем о том о смерти человека кратко сказать в нескольких буквально предложениях и вот в этом состоянии господь ждет человека и любовь свою доказать к нам тем что умер за нас когда мы были еще грешниками и вот так говорить о христе вот андрей такура а дрейгар андрей ткачев вот это место его где он говорит что миллионы людей ушли из-за нашего небрежения они узнали что христос родился не у нас что христос жил не у нас что он умер не у нас и что он воскрес узнали они не у нас у протестантов мы сотни миллионов упустили вот это здорово святой дух говорил да в данном встреча и так и дальше он сказал что-то изменилось да нет он изменит отношения к отдельной душе чтобы занимались я вообще этого не видел вот там такая-то артистка умирает он за нее заступаются ему зачем это там кипит а целый и он начинает там ты займись те которые сидят слушают ползала без платков мужчины все бритые и он как будто никого не видит вот сегодня это вышло женщина одна-то пожилая-то такая не в очках которая вот я и говорю беседовать в платке чтобы были потому что во время беседы вам захочется к богу обратиться и она мигом пошла на дело осипов ни на одного не надел за всю жизнь зачем когда это разницы никакой главное сердце бог смотрит на сердце вот бог смотрит на сердце такое мертвое пустое пространство и он смотрит на это и там ничего нету а а что на сердце то и на руках на глазах поклонах во всем выражается из сердца исходят злые помыслы а какие помыслы ну давай я себя и покрашу давай я себя там помолюю насыпляю железок на себя из сердца исходят мы знаем а что туда сердце входит я считаю слово божие христос вот он о берем беременны о все ждем загулял этот кот сиамский потоптал его и все она беременны пускай ну вот так такой ответ ничего серьезного нету пустословят страха божия нету за отвечать за свои слова не думает она однако родила и все еще и отвечать где отвечая глупому по глупости его чтобы не стать подобными ему ну тогда и гнать их ну считать по этим все закончили на сегодня по вот таким вопросам от людей больше на сегодня их не надо больше слава богу так по по вопросам с этого сайта сайта продолжим тогда я перезвоню я сейчас тогда напишу какая тема у нас на которой мы остановились у вас же там в ордовском документе она есть все сейчас я не знаю даже как это будет 324 все уже не будет в 4 через полчаса богослужения а все тогда вопрос а значит через два часа заходи я пока я как раз я как раз посплю и у меня тоже будет богослужение в 430 это то есть я где-то зайду все равно на нам на час точно будет времени все спаси христос благодарю ну а и и а и и и